Сегодня во всем мире отмечается День поэзии. Этот праздник относительно молодой. В этом году он проходит в 18-й раз. В этот день проводят различные мероприятия в учебных заведениях, в школах, на филологических факультетах университетов, а также в библиотеках и издательствах. В Ненинском округе праздник тоже любят и с удовольствием празднуют. Так в библиотеке имени Печкова прошло мероприятие. Здесь душа прописана навек, приуроченная к юбилею со дня рождения выдающегося ненинского поэта Прокопия Евтысова, а на главной площади Моросей весь день звучат стихи бардов нашего округа. А вот помнят ли стихи жители нашего города, узнала наша съемочная группа. Закружилась листва золотая, в розоватой воде на пруду, словно бабочек легкая стая, с замиранием летит на звезду. Я ждал, и вот в тени ночной врага почуял он, и вой, протяжный, жалобный, как стон, рождался вдруг и начал он, сердито лапой рыть песок. Встал на добы, потом прилег, и первый бешеный скачок, и страшной смертью угрозил. Но я его предупредил. Я вас люблю, любовь, все быть может, дыши мои угасаны всем, но пусть она вас больше не тревожит. А у вас есть любимый поэт? Да. А кто он? Гоголь. Ну, я люблю Есенина. Читал книгу «Сборник рассказов», но не помню, как она называется. Он описывал свою жизнь еще, не помню, произведение называется. Я вас любил, чего же болем, что я еще могу сказать. Теперь я знаю, ваши воли меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали бы никогда, когда б неделю, когда б... забыла уже. Я вас любил. Любовь еще, быть может, у моей души выгасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Ну и так далее. Это неправда. Нет. И ты, любимая, за что? За что же? Хорошо. Я ходил, я дарил цветы. Я же из ящика не выкрал серебряных ложек. Белый, сшатался с пятого этажа. Ветер щеки ожог. Мой дядя самых честных правил. Когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил. Лучше бы думать не мог. А вы знаете, что сегодня отмечается День поэзии? Конечно. У вас есть любимый поэт? Конечно. А кто он? А я забыл его. Ну, а может быть, вспомните, если не спешите. Или любимое стихотворение «Невзятельный поэт». Это детские стишки. А вспомните, что это... А там юмористический журнальчик. Ну, давайте. А он переделывался Лермонтовым и тому подобное. Сейчас, я думаю, не очень понятно, некрасиво. Ничего страшного? Может быть, ну какие-то. Там Пушкина переделывали. Так. Ну, Лукоморья дуб сломали и тому подобное. Больше не помню.